Бог рядом. Свидетельство божественного вмешательства и защиты. Свидетельство Виктора. Мир вам, сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова по знанию. Это история, как Бог предупредил брата Виктора о надвигающемся несчастье, проблеме, заранее за одну неделю. Дал слово свое, на которое он мог опереться в этот трудный момент и не согрешить перед людьми и Богом. Виктор говорит, что Бог рядом и его голос предупреждает о несчастье нас заранее. Свидетельство предоставил брат Виктор во Христе. Ему 52 года, живет он в Украине. Этот случай произошел осенью 2024 года. Брат Виктор, обычный верующий христианин, живет, старается жить с Богом в мире. Посещает церковь, собрания, все как у обычных людей. И во время этого свидетельства все было как обычно. Работа, семья, церковь, дети, внуки. Ничего не предвращало будущих событий. В этом видео рассказывается история о том, как Бог предупредил брата Виктора о надвигающейся катастрофе за неделю. Он знал, он дал свое слово, на которое он смог положиться в этот трудный момент, чтобы не грешить перед людьми. Посмотрев это видео, вы больше узнаете о защите, слове Божьем и отношениях. Не забудьте подписаться, чтобы получить больше подобного контента. Божественное предупреждение Виктор, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Виктор все думал, просматривал свою жизнь, ждал ответа от Бога. Обстановка все так же была душевна и духовно тяжелая. И только это место из Писания, бытия. Он, конечно, поделился с женой. Но прошла неделя, и тут на работе происходит ситуация, очень плохая, которая могла вполне вывести из равновесия и мира с Богом и мог совершиться грех. Он, по его словам, вспульчивый человек, но он говорит, что исправляется. Так вот, произошла такая ситуация, которая даже в мысли ему прийти не могла. Но обстоятельства так повернулись, но на удивление не в пользу Виктора. И именно в этот момент опять это слово. У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. У него в тот момент много решений и поступков появилось насчет этой неприятности. Но у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И на основании этого слова он всегда помнил его и делал опору в своих поступках, прошло несколько дней. Голос Духа Святого, Бог рядом. После этого, когда эмоции утихли, Виктор понял, что это был Бог. Пришло внутреннее утешение, что это был Бог. И все было в его руке. Это он его предупредил, что будет проблема, ловушка сатаны, которая должна была поймать его и ввести в грех. Но Господь дал слово свое, опираясь на которое он прошел это испытание и не согрешил. Говорит, что было трудно, так хотелось поступить по плоти. Но слово Божье укрепило и провело по этому пути. Виктор говорит, что теперь еще больше видит Бога в своей жизни. Что Бог не только глобально видит его жизнь, но он с ним каждый день и в мелочах. Это его еще ближе приблизило к Богу. Он говорит, что Бог даже знает, что у него будет через неделю и стал больше доверять ему. Более детальные моменты. Во-первых, Бог дал тяжбу на сердце Виктора. Во-вторых, Бог допустил и не менял своей рукой ситуацию. В-третьих, через несколько дней он получил утешение от Духа Святого. Это происходило на работе, не в церкви. Касалось только его и его семьи. Сила веры, как слово Божье, поддержала брата Виктора в кризисе. Явная рука. Рука и защита Бога Отца. Давайте более детально посмотрим на эту ситуацию. Здесь не было ни исцелений, ни освобождения от бесов. Это происходило на территории завода работы Виктора. Здесь не было проявления даров служения Духа Святого. Но что произошло? Бог дал тяжбу в душу брата и место из Библии. В конце дал утешение Духом Святым. Это была рука Бога. Испытание, которое было допущено Богом для жизни Виктора. Но в этот момент Бог был рядом, через свое слово. Зачем? Я не знаю. Но очень явно то, что у Виктора намного больше и ближе стали взаимоотношения с Богом Отцом. Он стал больше ему доверять, по его словам. Бог рядом в трудностях. Давайте откроем первое послание Петра, первую главу, стихи 6 по 10. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, «Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуйтесь радостью неизреченную и приславную, достигая, наконец, верою в вашу спасение душ». Это первое послание Петра, первая глава, стихи 6 по 10. Здесь апостол Петр говорит, что у нас будут в жизни трудности. Результат – радуйтесь радостью неизреченную и приславную, достигая спасения. Как и в жизни Виктора, Бог допустил, не запретил ему идти на работу или благодатью убрал этот несчастный случай. Но Бог, Господь, дал слово свое и силу пройти это испытание. И хочу выделить, что Виктор свидетельствует, что в конце он получил утешение и облегчение в сердце, что это Бог, а это явная рука и голос Духа Святого. Бог и сегодня с нами. Друзья, братья и сестры, Бог и сегодня с нами. Даже когда нам трудно, и Он допускает какие-либо неприятности, несчастья в нашей жизни. Но в это время Бог рядом, и Он все видит. Я часто слышу это выражение в христианском интернете, а в этом свидетельстве увидел его явно. А результат – это сближение с Богом и в конце утешение от Бога Духа Святого. У вас были такие случаи, когда вы приходили трудности и точно знали, что с вами Бог? Если да, поставьте лайк под видео. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит апостол Петр о трудностях и как они приближают нас к спасению. Более того, мы еще много будем говорить на тему свидетельств про Бога Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего позволения, сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили Слово Откровения от Духа Святого, то, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.